Микс Ньюс Гость в студии Анастасия Смоловская, Абик Элкин. Доброе утро. Это утро с вами проведут Евгений Копейн, звукорежиссер. И в гостях у нас, как уже анонсировала я в новостях, министр внутренних дел Сандас Геркинс. Доброе утро. Доброе утро. Ну, тем много разных и актуальных, и не только связанных с Министерством внутренних дел, в том числе, поэтому будем говорить сегодня об этом. Сразу напомню, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Можете нам звонить в том числе. Ну, наверное, нельзя не начать с пандемии, как и, в общем-то, в ближайшие... Последние несколько месяцев мы начинаем. Сейчас чрезвычайная ситуация закончилась. Что вы можете сказать? Было ли у вас какое-то обобщение, как сработали все службы, которые должны были сработать? Какой-то отчет у вас уже есть сами для себя? Да, спасибо, хороший вопрос. Как видели, все службы Министерства внутренних дел, мне кажется, работали довольно очень профессионально. Было на них возложено очень большой объем работы, и мы с этим справились. Да, может быть, еще такой вопрос, который, наверное, интересует работников внутренних дел. Ну, мы знаем, что сейчас большие дискуссии идут о возможности повышения зарплаты медикам. Это, конечно, надо. Ну, и стражи порядка, понятно, наверное, тоже ждут какой-то перспективы с точки зрения повышения заработной платы. Что здесь? Как вам кажется, может быть, в контексте бюджета на следующий год что-то удастся решить? Ну, не в зависимости от того, что, наверное, бюджет будет такой, как он будет, потому что экономика не только в Латвии, но и в других странах снизится. Ну, все, в принципе, идет к оптимизации. Но моя задача, в принципе, была такая и есть, чтобы никто не пострадал, чтобы остались все зарплаты, такие, какие есть на данный момент, чтобы были все социальные гарантии. И в предыдущем бюджете я уже, как говорится, ну, с нашей командой мы сделали все, чтобы было некоторым группам увеличение зарплат. И в этом бюджете мы видим возможность, чтобы государство тоже выполнило некоторые требования в отношении всех наших работников и тоже повисело, ну, чтобы было больше зарплаты. Насколько мы сейчас в процессе разрабатываем свои концепции, которые будем предоставлять, к примеру, Кариш? Да, вот когда вы пришли на должность Министерства внутренних дел, вы, как человек, который имели возможность посмотреть на эту систему со стороны, как адвокат, вот вы выступали за перемены. Вот если так чуть-чуть очертить, что-то уже удалось, вы чувствуете, что, не знаю, может быть, какие-то расследования происходят более быстро, потому что мы знаем, что был целый ряд претензий у прокуратуры к работникам полиции? Да, я считаю, что очень много сделано. Мы, в принципе, идем на модернизацию, мы пересматриваем ненужные затраты, мы смотрим, чтобы, в принципе, люди работали. Мы стараемся улучшить, ну, скажем, эти социальные гарантии, повышать зарплату, потому что перед этим, ну, перед тем, как наша команда начала работать, никто даже об этом, в принципе, не говорил, не воевал, как сказать, да. Тоже было даже COVID-19 пандемия, ну, как видите, я очень даже месяц очень старался, и с командой работал вместе, мы получили дополнительные, как говорится, компенсации в размере до 20% к зарплатам, те, которые реально занимались и помогали снизить эту пандемию. И мы работаем очень над улучшением инфраструктуры, вот, как, например, Министерство внутренних дел работает вместе с архитекторами над стандартными проектами, как, например, Дайпо в будущем, который будет, ну, в принципе, их потом нужно, можно будет, в принципе, как стандартные проекты уже по всей Латвии развивать, и там одновременно не только сможет работать вместе, работать эти пожарники, но и госполиция, и пограничники, то есть мы работаем во всех направлениях, как один, еще один существенный момент, от тех 2 миллиардов, которые, ну, как говорится, государство говорило, что будет не играть в экономику, ну, к сожалению, Министерство внутренних дел получило только 7 миллионов евро. Но, но, посмотрим, что мы сделали с этими деньгами. 1,5 миллионов евро мы, скажем, отправили информационный центр, мы сразу начали работать с латвийской компанией Тилды, которая нам помогает разработать и внедрить в систему, как говорится, искусственный интеллект. То есть в ближайшем будущем полиция не просто будет писать протоколы с рукой или с компьютером, но уже будет автоматическое распознавание речи, и мы будем более качественно работать. Хотя бы уменьшить время, потому что... Конечно, вся наша работа производится на то, чтобы наши работники выглядели хорошо. Кстати, с тех же самых денег мы разрабатываем и уже в процессе, чтобы поменять новые формы для... Про форму у меня еще будет вопрос. Да, 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 но тоже для пограничников и пожарников, то есть, ну, посмотрите, как они сейчас выглядят, я считаю, что в ближайшее время они поменяют свой даже вид. Так что, на самом деле, я мог бы разговаривать и рассказывать, что очень много мы сделали, но не все, к сожалению, мы можем. Про форму для полицейских новую, уже была новость, что подсчитано, что они выходят дороже, чем, например, в Эстонии. Почему так? За счет чего? И оправдано ли это? Изначально я уже, как говорится, просил пересмотреть цену этой формы. Там были некоторые нюансы, я думаю, что мы ее пересмотрим, потому что, так как начат уголовный процесс и, в принципе, были подозрения, что, ну, что-то там не в порядке, но, как вы говорите, служба внутренней безопасности начала внутренний уголовный процесс, но это никак не меняет тот факт, что эти новые формы нужны. Нужно пересмотреть, чтобы они были уютные, чтобы эта цена была адекватная, и, в принципе, я думаю, что все равно полиция поменяет эту новую форму. Она должна быть внедрена в систему. Вы на своем фейсбуке, продолжая тему формы, тоже делились видео с, по-моему, сапоги там были, пограничные службы. Да, ну, так мы живем. Вот это тоже послужило неким поводом для того, чтобы пересмотреть, и как здесь качество будет проверяться, потому что мы понимаем, что цена – это важно, но и это не может быть какая-то там пластмасса совсем. Нет, ну, давайте будем честно смотреть на эти вопросы. Я вообще не понимаю, как государство не может развивать и оплатить элементарную униформу для служб. Вот не знаю, как, всегда есть любые приоритеты, мы, ну, как говорится, даже образования в Латвии, наверное, нету приоритет, нужно строить тюрьмы, да, ну, к сожалению, да. Так что я вижу, что самое основное, ну, государство держится на здравоохранении, образовании, внутренней безопасности. Вот, что вы не говорите… Ничего нового вы не придумаете. И если вы не инвестируете в это, значит, вы рискуете своим государством. И я никак не понимаю, если те же самые или полицейские, или пограничники, или те же самые пожарники, они должны спасать людей. Ну, как, как они пойдут тоже самое в огонь без специальной одежды? Ну, как, как они вообще в целом выглядят? Эта же униформа тоже есть стимул, чтобы идти на работу, правильно? А сейчас мы даже… бывает очень много наших работников, которые идут на вторую работу. Ну, они реально работают в двух работах. То есть, изначально, я всегда говорил, моя цель будет повышение зарплат, социальные гарантии, формы, инфраструктура, экипировка. Вот, и модернизации. И я пересматриваю закупки, чтобы они были честные, чтобы, в принципе, то, что мы покупаем, оно было бы самое лучшее, но за разумную цену. Вот, мы знаем, что даже Министерство обороны, ну, и, так можно сказать, с учетом пандемии, пыталось привлечь вот в ряды военнослужащих, вот людей, которые, может быть, оказались простой или без работы, и сказали, что для них это такой новый вызов, да? Мы знаем, что есть, наверное, дефицит кадров и в полиции, и вообще в системе внутренних дел. Удовольствия, может быть, за счет вот этой кризисной ситуации тоже кого-нибудь привлечь в ряды? Ну, вообще-то, это, опять же, была инициатива моей команды, чтобы наши службы и пограничники сотрудничали ежедневно с нашей армией, НБС, на контролирование и погранной зоны, скажем так, зеленая зона. И сейчас это рессоры совместно сотрудничает, и даже те же самые, которые из Амистерги и из НБС, когда они вместе с пограничниками работают, они, как говорится, они даже очень позитивно настроены, потому что сколько ты можешь учиться только в полигонах. Тебе интересно выйти, начинать реальную жизнь, начинать реальную работу. Я считаю, что пока это ограничено сотрудничество с временем, но я думаю, что я буду просить в кабинете министров, чтобы это была постоянная программа. А пограничники должны работать вместе с нашей армией. Вот не могу не спросить, я думаю, что те, кто следят за новостями, наверное, уже слышали, что вы баллокируетесь, так можно сказать, или патендуете на пост президента Федерации футбола Латвии. По-моему, выборы состоятся 3-го числа, 3-го июля. Почему вы все-таки приняли для себя решение идти и попытаться возглавить эту организацию? Ну, мы знаем, что в латвийском футбольном хозяйстве, ну, так мягко говоря, не все было в порядке. Но так, как и Министерство внутренних дел, и в этой всей системе. Да, да. Но, к сожалению, в Латвийской Федерации футбола было не все в порядке со всех сторон. Мы знаем, что, и, к сожалению, футболисты сами... Убуски были. Да, это уже такой уголовный процесс. Но вот как вообще все это оцениваете? В чем вообще проблема и почему такая ситуация сложилась? И мы видим, что не только вот в этой федерации как таковой, но и, к сожалению, футболисты тоже, мягко говоря, не радуют нас в последнее время. Ну, на международном уровне, по крайней мере. Да, здесь очень существенный вопрос вообще. Какая связь между Футбольной Федерацией, спортом и Министерством внутренних дел? Ну, очень многие спрашивают, почему Сан-Сгиринск, как министр внутренних дел, интересуется футболом. Ну, те, которые нравится почитать и что-то открыть больше, узнавать, они могут в интернете найти такая называется «Белая книга про спорт» Еврокомиссии с 2007 года. И там написано, что спортивные организации, в том числе и футбол, я считаю, нужно им более тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы с помощью спорта снизить риски преступности. Это номер один. А второй, чтобы сократить число молодых людей, склонных тоже к преступности, насилию. И нам даже интересны те профессиональные спортсмены, которые вообще заканчивают свою активную спортивную жизнь, потому что мы видим их возможность интеграции в специальных отрядах, как, например, Омега, Госполиция или Сигма. Это специальная служба в пограничниках. Я вижу, что можно работать более четко с детьми. И я уже знаю, что 98% не будет профессиональными игроками. Но это статистика международная. То есть нам нужно одновременно дать им качество, образование, смотреть за их здоровьем, чтобы в принципе то, что не сделали в школах и так далее, чтобы нам были тоже кадры. И даже если они не придут к нам, скажем, Министерство внутренних делали в оборону, чтобы вообще в целом они были как человеческий ресурс, качественный для государства. Это наше будущее. Ну и это наш приоритет. А то, что кушается немножко личного момента, я уже сам по себе в самом футболе 10 лет. Я знаю эту систему, все нюансы, работаю каждый год, еду в свободное время в Испанию и в Голландию, как, например, Амстердам Айекс. Эту систему есть, контакты. Я вижу, как люди развивают молодежь. По поводу свободного времени, в этой студии какое-то время назад моя коллега Лена Борисова задавала вам вопрос по поводу свободного времени, потому что у вас еще учеба, министерство и еще и федерация. Где брать ресурсы? Может быть, вы уже от чего-то там учебу, например, закончили, чтобы качественно все это было? Видите, есть люди, которые не могут качественно одно дело делать. Есть люди, которые могут строить свой график. Если говорить про учебу, магистратуру, я сдал сессию и отлично. Ставляем вас с этим. Кстати, отлично сдал сессию, да. Что касается работы совмещать, я еще раз говорю, я вижу, что это, в принципе, одинаковые, более функции. И независимость от того, где вы работаете, очень многое зависит от профессиональной команды, с кем вы работаете. Потому что не я один принимаю решения. Там есть бедры, там есть члены направления, и это очень многое зависит от них. Третье. Посмотрите, как мы работали в пандемии. Есть модельные тоже технологии. Можно в электронном виде открывать собрание в любом месте, в любом времени. Пожалуйста. Но это, еще раз говорю, это очень зависит от того, вообще ли человек может организовывать свое время. Но если вдруг вы будете понимать, что не хватает вас морально, может быть, просто на все, вы сможете от чего-то отказаться? Я никогда не делаю тех, скажем, не занимаясь тем, чего я вижу, что я не умею, или для того, чтобы не будет времени. Я вижу, как это сделать. Какие должны быть перемены, на ваш взгляд, Федерации футбола, где, я так понимаю, недавно даже обыски проходили. Ну, есть там проблемы и с законодательством, да, в свое время были все эти скандалы, связанные с договорными матчами, потом вот сейчас зарплата в конвертах, в общем, много чего накопилось. Ну, да, видите, но опять же, это, давайте посмотрим на большую картину. В Латвии в целом спорт держится на плечах родителей. Ну, будем реально. Как и я, так и другие. Мы каждый месяц платим. За что? Ну, потому что, чтобы... Ну, за залы, за фулу. Да, ну, чтобы просто дети шли и занимались. И я понимаю, я, в принципе, же спорт, это как народный спорт. Я еще раз говорю, это 98% это народный спорт. Чтобы вообще люди занимались спортом, чтобы не ходили по улицам, не занимались криминалом. Да, они, может быть, не думают о какой-то спортивной карьере. Да, но я еще раз говорю, но мне для меня, как на моем опыте, мне очень важно, а какой спорт выбрать для ребенка? Что вы предлагаете? И я вижу из личного опыта, что я бы хотел главный спорт выбрать, где были квалифицированные тренеры, где были те же самые физиотерапевты, которые могли посмотреть прямая спина, непрямая, что-то там улучшить и так далее, а не раз один в год зайти где-то в формальный диспансер, сказать, ну, вы знаете, там, 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 а дальше это ваша проблема. Это неправильно. Второе, очень важно, я еще раз говорю, мне очень важно, чтобы, если я это не могу сейчас изменить, ну, в целом, в стране качественное образование, спортивная инфраструктура и все остальное, я начинаю с того момента, который я вижу, как с командой сделать лучше. И я вижу, что футбольная федерация может, и она и есть сейчас самая большая федерация в Латвии, где количество очень много детей, что она может показать, что можно работать профессионально, что можно сотрудничать с международными экспертами, что можно внедрять, так же, как я делаю Министерство внутренних дел и новые технологии. Я хочу заключить договор с регистратами университета ЛСПА на помощь, как говорится, additional staff для здравоохранения. То есть, можно умно делать очень хорошие вещи, которые нам в целом, в будущем не только для спорта, но и в государстве поможет и будет, да, дополнительная ценность. В отношении финансов, ну, я еще раз говорю, так же, как Еврокомиссия, она указывала, что спорт, к сожалению, вовлечен в коррупции, отмывание денег, непонятные потоки денег. Это тоже, опять же, это тоже тем, чем я занимаюсь каждый день. Я вижу, что происходят позитивные моменты, что, да, ну, вид – это не моя компетенция, но они тоже видят, что эту отрасль нужно как-то изменять. Мне никак не понятно, что годами никто не занимался тотализаторами. Стати, тоже целая тема, да. Да, почему мы, как родители тренера клуба, которые десятилетиями, ну, скажем, 10 лет хотя бы занимаемся своими детьми, да, вкладываем свою энергию в средства, приходят какие-то плохие парни и предлагают деньги, и они понимают, что многие берут, потому что они знают, что у них нет перспективы дальше профессионально играть, но они тоже хотят жить. А именно футболисты даже играют в тотализатор. И, в принципе, получается, что дальше последствий будет тем, что один раз он сделал, и он уже преступник. А нам нужно обучать новую молодежь, что нельзя так делать, ты загубишь свою карьеру, там уже будет последствия, там, возможная тюрьма и так далее. Нам нужно работать с молодежью. Я еще раз оканчиваю свою речь, я хочу сказать, наше будущее – это молодежь, и нам на нее нужно инвестировать умно. Вообще спорт – это должна быть зона ответственности Министерства образования. Вы с ними тоже разговаривали как-то на этот счет? Потому что, в общем-то, концепция у вас… Ну вот, если послушать, то все понятно и логично, да, надо заниматься молодежью. Да, спорт всегда был такой способом для борьбы с тем, чтобы там не шатались по улицам, не как-то делом занимались. Но при этом здорово, что вы с такой перспективой смотрите на это. Но в общем, если не только про футбол, а в общем про спорт, вы видите для всего спорта такие же перспективы, как для футбола? Ну, видите, у меня есть очень хорошее отношение с, скажем так, теми людьми, которые занимаются спортом Министерства образования. Ну, в главном целом я общаюсь с господином Северсом. Он очень непрофессиональный человек, действительно. Но я не знаю, есть ли у него еще дополнительная команда, но он как профессионал, я вижу, он как один, он очень качественно делает свою работу. Но сейчас посмотрим системно. Раньше, в принципе, тема спорта – это была оборона или Министерство внутренних дел. Потому что бюджет должен идти, в принципе, там, спорт должен быть под такие структуры, чтобы, ну, нам же нужно выполнять нормативы, правильно? Ну, нужно. То есть и государство из будущего перспективы должно заниматься спортом так, чтобы хватило новых кадров для пограничников, полиции, армии и так далее, и так далее. Ну, не все, но, в принципе. И мы сейчас тоже видим, что очень пару даже профессиональных игроков выступают под министерствами. То есть, если меня спрашивает в целом эта система правильная, я бы сказал нет. Если сейчас нужно было что-то сделать спортом, я бы, так как у меня нету возможности финансовой для Министерства внутренних дел, я бы этот спорт поставил под обороной. Потому что под обороной очень много финансов, и я считаю, что там даже иногда, ну, есть очень много вопросов, почему реализуются, не реализуются какие-то программы для спорта, они точно могут найти деньги. То, что очень важно, чтобы государство вкладывало умно, вместе работало с муниципалитетами, чтобы развивать инфраструктуру. То есть, мы видим, опять же, очень много стадионов, которые классные места, но они запущены, никто с ними не занимается. А кто же это будет делать? А на этих, опять же, государственных или муниципальных стадионах работают с детьми кто? Те же самые частные клубы, которые это занимают, социальные программы. То есть, как бы мы ни хотели, эта вся система связана, и она должна решаться на высшем и тоже государственном уровне, сотрудничать и с федерациями, и с муниципалитетом. Ну и потому здесь я вижу, как это можно сделать. Еще одна новая проблема, которую вам предстоит решать в случае вашего избрания президентом Федерации футбола, это привлечение спонсоров. Мы знаем, что есть целый ряд были проблемы и с законодательством, когда в какой-то момент предприниматели поняли, что им совершенно невыгодно вкладывать деньги вообще и в благотворительность, и в поддержку спорта, поскольку нет тех налоговых преференций, которые были раньше. Что вы думаете, что здесь менять, потому что очевидно, что без спонсоров ни футбол, ни хоккей, ни другие виды спорта просто не смогут существовать. Ну давайте начнем опять с государственного уровня. Я считаю, что в отношении спорта, а не образования спорта, правильно была эстонская модель, у них хотя бы было так, что государство, не муниципалитет, оплачивает один основной спорт ребенка в семье. То есть вы же сами понимаете, что в регионах зарплаты такие, как они есть, ну и вообще в целом один спорт занимает какую-то часть семейного бюджета, правильно? Ну правильно, хотите или не хотите, там кеды купить, заплатить за тренировки и так далее. Я считаю, что в будущем государство должно решить один спорт, они должны оплачивать для семьи главной, ну которую они сами выберут, это во-первых. Во-вторых, я открываю бюджет Латвийской футбольной федерации, я смотрю, что они вообще не работают качественно спонсорами. Я их понимаю, потому что спонсоры или предприниматели, они не хотят себя связывать с организацией, которая, в принципе, там, как говорится, идет от вида какие-то кротейшины, да? В области, да. Где обычные скандалы, где нет стабильности, где непонятно кто, как, почему, и вообще в целом, что они хотят. И бюджет, там, очень маленькие деньги заходят именно от предпринимателей. То есть, нужно, второе, пересматривать на государственном уровне, тоже посмотреть, можно ли возвратиться обратно той системе, чтобы предприниматели были заинтересованы, ну, скажем, не только, ну, как-то спонсировать спорт. Это во-вторых. Третий. Независимость от налоговой политики. Я считаю, что есть такие предприниматели, люди, которые независимость от налоговой политики, они будут поддерживать спорт. Вот есть предприниматели, которые были бывшие или футболисты, или из другого спорта, они будут поддерживать. Но им нужно ясно, чтобы эти деньги пошли на развитие. И поверьте мне, мне даже очень много таких приличных предпринимателей говорят, вот если поменяется курс Латвийской футбольной федерации, если будет хорошее такое, ну, вот лицо этой организации, там, президент, Валда, так далее, так далее, они придут и будут помогать. Я не буду сегодня даже называть конкретные предприниматели, они готовы, они готовы. Это вопрос репутации. Да. И я считаю, что Латвийской футбольной федерации, Рига, Ришки, регион, нужно построить одну качественную юношку-академию, где мы можем заниматься с детьми, чтобы с регионом на курсы приезжали и дети, и тренера. Нам нужно решить вопросы мотивации тренеров, чтобы доплаты, если они приготовляют для сборных ребят, то федерация им помогает. И я считаю, что более нужно качественно работать на государственном уровне, на развитие инфраструктуры и, конечно, как Вы говорили, правильно привлечь альтернативные финансовые средства на разрешение этих проблем, которые являются у членов федерации. Вы упомянули один спорт для ребенка оплачивать, но мы понимаем, что спорт бывает очень разный. Бывает легкая атлетика, в которой только кроссовки нужны, и то хорошие кроссовки стоят очень дорого. Но есть, например, хоккей, где там вообще безумные деньги на экипировку, особенно дети растут, это каждый год новое. Здесь как могло бы развиваться, как это выглядит? Это по способностям? Ну, в принципе, каждый выбирает в семье тот спорт, который он считает, что для него и ребенка лучше. Ну, лучше для ребенка, а не для родителей. Но государство, в принципе, дает лимит. Они дают лимит, ну, как, например, 50-60 евро. Вот, пожалуйста, вот сейчас это так. Ну, конечно, я считаю, что сумма должна быть выше. Ну, ладно, начнем хотя бы с того, чтобы сколько, в принципе, платят в основном за тренировки, там, футбол, баскетбол. Это самые, ну, такие распространенные виды. Я считаю, что нужно брать такой распространенный спорт, которым можно заниматься все. А есть, конечно, элитные спорты, но государство это не потянет. Это понятно, хоккей это довольно дорогой. Ну, там и... Роменда льда, всякие, пирог, да. Один из самых дорогих. Один из самых дорогих, конечно. Я считаю, но все равно они тоже, тоже хоккей, они приходят, например, Латвия спорта по дому. И если есть чемпионаты и так далее, спрашивают поддержку государственные, то есть нет такого, что они не получают никакую поддержку. Так нет. Вот возвращаясь все-таки к близкой теме систем внутренних дел, вообще вот проведения расследований, мы знаем, что вот недавно Сейм утвердил нового генерального прокурора, господин Стуканца, и он сказал, что один из его таких приоритетов или инициатив, чтобы сами прокуроры более активно участвовали в расследовании. Сейчас, как мы знаем, они в основном дают какие-то указания, надзирают за этим процессом, но сами вот в этих расследованиях не участвуют. Вот как вы к этому относитесь? Нужна ли, не знаю, дознавателям вот такая помощь со стороны прокуратуры? Или это будет такое слишком серьезное вмешательство в процесс расследования? Ну, во-первых, я хотел бы сказать очень большое спасибо господину Калмейерсу. Ну, чтобы от него, ну, не говорили в отношении него, он был авторитет, скажем, в прокуратуре профессионал, и я, ну, скажем так, я уже с ним переговорил, ну, как переговорил, я предложил, я сказал, что ему не нужно было вообще покидать юриспруденцию, и я вижу, чтобы, ну, я бы хотел, конечно, там есть конкурс и так далее, чтобы, может быть, он руководил Валсполцейс колледжа. То есть, моя тоже вторая такая система, если я вижу, какие большие профессионалы уходят, чтобы они просто, чтобы их не забыли, не потерять, чтобы они приходили в нашу систему, которая немножко, как говорится, на таком развитии, на уровне развития. Так что, это один вопрос. Второе, в отношении господина Стуканца, я верю, что будет большие профессиональные изменения, ну, как большие, и что он правильно говорит, что нужно прокурору с первого дня начинать составлять хотя бы план расследования с следователем, не просто принести дело, что-то написать, вот, дать указание, нет, вместе работать, и тогда будет более качественный результат. Я, как только он начнет свою работу в июле, сразу попрошу аудиенции у него, и мы будем обсуждать дальнейшие шаги. Беспокоят ли Вас эти изменения в уголовном процессе? Я думаю, что многие Ваши коллеги, ну, по бывшей работе, адвокатуре, тоже выражали озабоченность, они боятся, что вот этот принцип презумпции невиновности как-то совсем не будет дальше вот уже работать и действовать. Ну, презумпция невиновности была и будет. Никто не может быть осужден, как только на основании решения суда. Это во всех демократичных государствах. То, что меня немножко другое волнует, ну, то, что государство очень много не вкладывало в образование систему внутренней безопасности, прокуратура и полиции. Всегда было так, что если что-то развивать, вот мы говорим, мы все отдадим суда. Вот суд должен быть там оснащен технологиями и так далее, и так далее. Ну, извиняюсь, все начинается иногда про уголовные дела полиции. Полиции. Они начинают расследовать. И сюда еще долго. Да, сюда еще дойти нужно, да. И когда еще, я говорю, с Калмейерсом, господин Калмейерсом встречался, мы очень говорили, как сотрудничать вместе с прокуратурой, полицией, как, скажем, там, ну, хотя бы раз в три месяца, чтобы были группы, которые встречались, обменялись с новыми, скажем, тенденциями, чтобы они обсуждали, какие ошибки, что не нужно делать. Кстати, сейчас у нас даже, я вижу, что судьи тоже начинают делать такие собрания, где призывают прийти, прослушать, ну, какие у них тенденции. То есть, раньше не нужно придумать новый велосипед. Раньше 90-е, 2000-е, все было понятно. Все сотрудничали, чтобы обучаться, говорить про ошибки, и тогда уже эта система более качественна. То, что я всегда хотел сделать, то, что я хотел сделать, избавиться от формальности. Мы видим, что раньше и та же самая прокуратура, и суд, и полиция, ну, что вы там пришли, ладно, что-то написали, даже и с юридической точки зрения некачественные это постановление. И всем все равно, она проходит. Вот то, что я не хочу, чтобы наше государство и службы, и любой чиновник, не знаю, чтобы они не работали формально, а по сути. Сейчас 30 июня, как я в начале программы сказала, мы знаем, что каждый месяц сейчас нас ждут какие-то обновления, послабления. Я напомню, что еще ничего не закончилось, и также надо дистанцироваться. И насчет этого у меня тоже вопрос по поводу того, как полиция сейчас следит, потому что, понятное дело, что на улицах люди уже, ну, тяжело было действительно, и все уже расслабились и подзабыли, и дистанцию не держат там, где вроде как ее призывают держать. И вот про формально как раз таки, что все вроде как, ну, несколько формально так относятся к этому. По полиции, по отчетам их, вы видите, что действительно так стало больше? Да, может быть, еще и проверка самоизоляции, может, все-таки приезжаете сейчас? Нет, мы уже от этого уходим, и нет смысла это продолжать, потому что у полиции есть тоже ресурс такой, как есть. И будем реально, мы видим, что после коида, ну, когда становится там безработица и так далее, кстати, государство вообще должно думать о развитии экономики, да. Ну, будем реально, потому что если не будет развитая экономика, будет большое преступление. Ну, мы видим, что повышается преступление, агрессия в семьях, повышается киберпреступление. Ну, нам нужно тоже, тоже я давал распоряжение с пограничниками, и полиции больше тщательно контролировать, патрулировать в регионах и в зонах, ну, скажем, около границ, они тоже едут и более тщательно работают. Так что нам нужно, от нашей стороны, нам нужно соблюдать все это дело, чтобы, ну, снизить уровень преступности. И мы не видим возможность повседневно все время заниматься контролированием этих двух метров, и это, ну, это невозможно. За каждым мы выследим, то есть, чтобы люди должны понять, все зависит от нас самих. А если вы спрашиваете мою личную, скажем, мнение в отношении этого, я еще раз говорю, мы люди сами должны соблюдать. Во-вторых, мы должны думать, как развивать нашу сейчас экономику. Она реально, некоторые отрасли просто остановились. Так не должно быть. Ну, вот это целое главное направление. Ну, я бы был очень рад, если мои коллеги меня поддерживали в некоторых существенных позициях, которая помогла бы в целом безопасности государства. Ну, один из примеров, это, как, например, центр под управлением кризисов, под всеми кризисами, которые с новыми технологиями 24-7 вместе работали медики, те же самые пожарники. Такого кризисного центра, постоянно действуют. Именно, которые все время смотрят, что происходит в мире, в Латвии, эпидемия, климат, сфера безопасности, все-все-все-все-все. Вот это нам нужно сделать. Пока коалиция не очень поддерживает. Ну, я поставил этот проект на одобрение, не одобрили пока, но сейчас… Ну, это в основном связано с бюджетом, с средствами, с финансовыми задачами, да? Ну, не знаю, я посмотрел те некоторые проекты, которые были одобрены, мне было очень много вопросов. Ну, ладно, может быть… Я принимаю, что у людей есть разные мнения, скажем так. Не может быть, что только у одного человека одна правда так не бывает. Ну, то есть, я сейчас опять же на процессе, чтобы убедить коллег, что нам нужно сделать такой центр под управлением кризисов, это, ну, только благо нашей государства, будущее. По поводу границ, может быть, небольшой, тоже вы можете внести ясность, как представитель правительства, все равно слышите, если не подведомственно вам, то все равно знаете, может быть, как и что. Сейчас как раз-таки многие там задают вопросы, потому что 1 июля, с 1 июля вроде как внешние границы Евросоюз собирался открыть, в результате мы понимаем, что все-таки для большинства стран еще закрыто, это там наши непосредственные соседи Россия и Белоруссия. Как сейчас человек может попасть в Россию или в Белоруссию, если ему там, не знаю, родственники у него, еще что-то, может ли он это сделать? Ну, во-первых, мы никогда не закрывали внешние границы с Эстонией и Литвой, это очень важно. Общая политика стран Евросоюза, мы видим, что она очень индивидуальная, то есть, нету то, что мы говорим про Евросоюз, вот они пытаются, чтобы все страны хотя бы нормально говорили и определили, что, как, что одновременно будет делать, но это очень трудно сделать. И то же самое решение в отношении границ с третьими странами, это тоже будет общее решение, открывать, не открывать, что делать. Так что нужно следить, в принципе, за решением Евросоюза, ну, в отношении тех из третьих стран, как вы говорите, Белоруссия и Россия, но там все равно одновременно очень важный момент. Вы открываете страничку СПКЦ, и там поставили все, например, страны, где вы выйдете, где можно ехать, где невозможно. Там, и даже бывает так, что, посмотрите, даже если открыта граница, например, между странами Евросоюза, даже если вы заедете там, где выше 15 человек, заболевших на 100 тысяч, вы приедете, вам нужно будет соблюдать самолизацию. То есть, смотрите СПКЦ, и когда будет открываться с третьими странами, ну, я надеюсь, в ближайшее время. Но опять же, так как я вижу, какая производится политика в других странах, та же самая Россия, ну, про Белоруссию я не буду сейчас дискутировать, но мы видим, что там скрываются факты, что там есть проблемы, и это не в наших интересах, скажем, ну, там все, в принципе, открытие и так. Но одновременно, очень важный момент, мы никак не ограничиваем поток грузов, который идет, идет транспорт, приводит разные товары и так далее. Это все было, есть и будет, скажем. Аэрболтик уже анонсировал билеты в Минск через пару недель, поэтому тоже люди так задают вопросы, а как, если границы еще... Ну, у нас очень много бывает таких, которые из постоянной жительства Латвии, из России, у них есть недвижимость здесь, мы всех, те, которые есть и хотят здесь жить, мы впускаем, они живут. Вы упомянули скрытие информации, как раз-таки про дезинформацию тоже у меня вопрос был. Во время чрезвычайной ситуации министерство инициировало опять-таки рассмотрение, актуализацию этого вопроса по поводу дезинформации. Как это... Видите ли вы возможность вообще в какие-то рамки это уместить? Ну, не только инициировало, мы уже сделали новые поправки, мы предложили своим партнерам по коалиции, но, как всегда, хочется поговорить. То же самое, что с 2015 года, изменения по законопроекту проституции, мы тоже все уже сделали, но опять мы хотим поговорить. Да, это тема, поговорим. Не-не, ну, третье, мы сделали поправки, нужные для изменения в уголовном законе, чтобы прекратить то, что у нас там рыжки рынок и все другие по сигаретам, но опять же еще ничего не принято. То есть, ну, не знаю, почему все, что пока на данный момент нужно для блага нашего народу, государства и те же самые наши предложения по борьбе с синевой экономикой, но как-то застревает вопрос, почему. Времени совсем мало, сейчас еще попало синевой экономики и сигарет. Тоже были вопросы во время чрезвычайной ситуации, контрабанда увеличивается или нет, и тут нам как раз сообщение о том, что у нас какие-то исторические показатели по контрабанде, почему так? Ну, если в целом смотреть, то объем снижается, но это очень много работы делают пограничники и таможня. мы, в принципе, каждую неделю вынимаем объемы, вынимаем это, там их идет, эти контрабанды через зеленую зону, там пытаются завести через уголь, скажем, через железную дорогу, там через Далгово, ну, видов как это делается очень много, да. И вторая, как я всегда говорил, ну, все равно какой-то объем зайдет, ну, будем реально. И без поправок в уголовном законе, даже до уровня для человека, который стоит на рынке, никогда у него нет сигарет, никогда нет. Он просто говорит, мы предлагаем и предлагаем. Нужно сделать и принять те поправки, которые мы разработали в Министерстве внутренних дел. Если нет, и пока они не приняты, я вообще не понимаю, как вообще можно не принять те законы, которые помогают, ну, сберегать нашу экономику. Ну, как? Я надеюсь, слушатели и те, которые идут все время голосовать, будут спрашивать эти вопросы под выборами, что вы делали, почему вы не принимали и, как говорится, увидеть своих героев. Может быть, такой последний вопрос, вот возвращаясь к тому, что будет 3-го числа, вот выбирать президента Федерации футбола. Мы знаем, что правительство приняло решение строить концертный зал акустический, ну, там, по этому поводу длительной дискуссии. А не нужен ли, может быть, нам и стадион уровня УЕФАП, потому что мы знаем, со сконта там еще нюансы, эти споры по поводу собственности, я так понимаю, быстро не закончатся. Ну, во-первых, буквально две недели назад Латвейспортпадон принял решение инвестировать в стадион Далгова на реконструкцию стадиона, более чем 1 миллион евро, то есть там… Будет у нас хотя бы стадион такой… Именно, это очень хорошая работа. Во-вторых, я не считаю, что на данный момент нужно строить такие большие объекты, и даже не стадион футбола. Давайте начнем, я всегда говорю, начинайте с основы. Основа – это дети, юношка, система, хотя бы одна сильная академия, где приезжают, где квалифицируются и местные тренера, и приезжают эксперты, и помогают, и так далее. Ну, никто не делает машину, там, как говорится, можно мечтать о Бентли, но сделай хотя бы завод, чтобы его произвести, правильно? Ну, такая логика есть, да? В отношении больших таких, как концертный зал или тюрьма, ну, это все нужно. Но, опять же, есть же приоритеты. Нужно сейчас поддерживать предпринимателей, которые хотя бы на экспорт работают, правильно? Правильно. Создавать заводы. Я бы вообще хотел, чтобы на государственном уровне у нас был тесный контакт с международными предпринимателями, чтобы они, чтобы мы говорили, чтобы они приезжали сюда и начинали открывать свои предприятия. А что мы видим сейчас на месте, да? Проблемы с банками, все время спрашивают какие-то дополнительные информации до практических анализов крови, невозможно конт открыть, каждое перечление документы, 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 да? Уже латвийский предприниматель счет иногда... Вы что делаете? Вы должны быть понятны процедуры, быстро, качественно. Мы, чиновники, не работают, как говорится, предприниматель не работает для чиновности. Чиновники работают для предпринимателей, чтобы они работали, открывали новые места работы, чтобы, в принципе, поднималась экономика. Я же те же самые говорил, когда эти все маски и так далее изначально, уже был февраль. Я говорю, ну, так видите, что это будет большая проблема. Ну, помогите предпринимателям быстрее начинать развивать свое предприятие, которое сами разрабатывает. Ну что, мы маски не можем производить, да? Ну уж, да. Мы что, не можем это сделать, да? Сейчас, ну, вот такие нюансы. Но нужно просто думать в интересах государства и немножко, не немножко, в принципе, включать логику. Ну, потому что иногда я не понимаю каких-то постановлений, которых, в принципе, нет вообще логики. Да, ну, один вопрос, ну, то же самое. Я очень понимаю, ну, когда нужно соблюдать COVID и так далее, и так далее, и так далее. Ну, людям в дистанции, там, ограничения и так далее. Но я еще говорю, а что вы делаете с людьми, которые, например, приезжают из других странов? Они что, маски используют? Ну, те же самые грузовики приезжают, их кто-то проверяет и так далее. Есть очень таких много рисков, которые, ну, никак не исключены. И ты тогда задаешь логичный вопрос. А какой смысл соблюдать эти правила, когда все риски не устранены? Правильно? Люди приезжают и делают все, что хотят. Ну, то есть, что я хотел сказать. Я думаю, я считаю, что государство должно более принимать умную политику, работать на основе логики, принципов. И все будет тогда у нас отлично. Ну, да, надеемся, что дождемся когда-нибудь таких ремонтов, когда все у нас будет отлично. Спасибо. Будет, будет. Министр Наталья Билл Сандес-Гиргенс у нас был в гостях. Не переключайтесь, вторая часть ждет вас после новостей и рекламы. Спасибо вам, всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо.